Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Со мной мой кот Бен, и сегодня мы будем играть в экстремальные прятки с Тэг-Тэг. Погнали! А перед началом этого видео я попрошу вас подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео и написать топовый комментарий, ведь именно он обязательно попадет в мое видео, как этот. Друзья, я посмотрела много в интернете разной информации про Тэг-Тэг, как ее вызывать, что это вообще за женщина, и волосы на моей голове стали дыбом. Это просто ужас какой-то. Говорится о том, что это женщина, которая была переехана поездом, то ли поездом, то ли машиной, то ли еще чем-то, и, как говорится, осталась без нижней части. И теперь Тэг-Тэг передвигается руками и тащит за собой свое пополненное тело. Назовем это аккуратно именно так, друзья. Все подробности и все истории про монстров вы можете прочитать в моем телеграм-канале Ирина Ясинская, поэтому прямо сейчас подпишитесь на телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новых и самых жутких монстров в нашем мире. В общем, сегодня мы попробуем поиграть в экстремальные прятки с Тэг-Тэг. Да, это знаю, это рискованно, но все же ради вас, все ради того, чтобы собрали на этом видео 100 лайков. Я надеюсь, ребята, что мы вернем наши многомиллионные просмотры на этот канал. Ну, а пока мы все дружненько сейчас поставили лайк и поддержали мой канал, обязательно не забывайте переходить на мой второй канал, где я рассказываю страшные истории, он называется Ирина Ясинская Мистика, там я рассказываю страшные истории про разных монстров, про вызовы духов, про случаи, которые происходят в реальной жизни и так далее. Ну, в общем, вернемся к нашим баранам, так сказать, и будем вызывать Тэг-Тэг. Для того, чтобы сыграть с ней в экстремальные прятки, необходимо ее вызвать. Для этого нам понадобится некоторая атрибутика. Первое. Для того, чтобы призвать Тэг-Тэг, нам необходимо две свечи. Как минимум две свечи, у меня их три, чем больше свечей, тем лучше. Вы знаете, что обязательно, когда вызываете духов, необходимо зажигать свечи, но почему? Будьте осторожны с огнем, иначе можете... Ну, в общем, вы поняли, случится пожар, поэтому без взрослых не зажигаем дом свечи. А вообще, в принципе, лучше никогда не вызывать духов, а смотреть ролики на моем канале. Поэтому не повторять. Я думаю, что вы меня услышали. А мы продолжаем и переходим к следующему атрибуту, который нам необходим для вызова Тэг-Тэг. Итак, самое важное. Это фотография Тэг-Тэг. Ну, или любой женщины. Бен, ты что делаешь? Ребята, вы не видите, но Бен еще тут со мной играет вот с этой вот... Бен, Бен, в общем, Бен будет меня защищать от Тэг-Тэг и делать так, чтобы она меня не нашла. Мы будем надеяться, что она меня не найдет или найдет. В общем, пишите свои комментарии, как думаете, приходит Тэг-Тэг или нет. Ну, а мы продолжим. В общем, фотография или картинка любой девушки или Тэг-Тэг. Ее, в принципе, нам нужно будет разрезать пополам. Ну, об этом позже. Ну, соответственно, нам нужны будут и ножницы, которыми мы это сделаем, зажигалка, которую мы зажгем, свечи. И я еще взяла с собой две рации. Одну рацию мы оставим здесь, где мы будем проводить обряд по вызову духов. Бен, ты что делаешь? Господи, Бен, Бен. Сейчас нападет. Нет, он здесь со мной играет, Бен. Вот, вот так вот. Сейчас будем вызывать Тэг-Тэг. Ты не боишься? Ты не боишься? Скажи, скажи моим подписчикам, что ты не боишься, Тэг-Тэг. Мы не боимся, Тэг-Тэг. Две рации. Прием, прием. Прием, прием. Э, вы работаете? Прием, прием. Работает. Все отлично. Итак, одну из этих раций мы обязательно ставим здесь, где будем вызывать духов. А вторую я возьму с собой и буду ее держать там, где я спряталась. Вдруг мы что-то услышим, потому что нам будет в прямом эфире. Мы будем все слышать, что будет происходить в этой комнате. А сами спрячемся в любом удобном месте. Здесь где-нибудь у меня в огромной квартире места полно. Шибик, передумаем где-нибудь спрятаться. Так, чтобы Тэг-Тэг нас не нашла. А мы в итоге поставим обязательно еще скрытую камеру здесь на это место. Мы будем ее слышать и видеть, если она придет. Будем надеяться, что она придет. Хотя, я не знаю, что лучше. Придет она или не придет. Рация, ребята. Итак, в принципе, и еще одно очень важное, очень важное. Это, не будем говорить, что это. Все знают. Красненькое. Заказано на сайте. Может быть, абсолютно любого. Вот. Капля его нужна будет. Так. И знаете, что еще я приготовила? Красное яблоко. Ведь Тэг-Тэг человек как-никак. Хоть и без нижней части. И по-любому ей хочется кушать. Особенно сладкие сезонные красные яблочки. Посмотрим, если она придет, и мы ее хотя бы визуально не увидим. Возможно, она захочет съесть яблоко. Знаете, как на Новый год для Дедушки Мороза оставлять сладости. И, ну, люди видят, приходил Дед Мороз или нет. Потому что, ну, как бы откусил он печенье или не откусил. В общем, узнаем. Может быть, Тэг-Тэг захочет укусить яблоко. И если она его укусит, то мы узнаем, что она тут была. Да. Вот так. В принципе, в принципе, я думаю, что все у нас готово. Можно приступать к обряду. Поехали. Итак, первым делом, что мы сделаем? Мы, конечно же, отрежем ноги нашей красивой фотографии. И прямо сейчас вы видите, как я, собственно говоря, это и делаю. О! Куда ты? Тэг-Тэг! Она на месте. Правда, без ног. Ой, и кверх ногами. Ну, в общем, верхнюю часть нашей картинки мы оставляем. А вот нижние ноги мы сжигаем, произнося секретное заклинание. Угу. Вот. Но сжигаем после того, как зажжем свечи. Сейчас мы будем зажигать свечи. Итак, мы берем свечу и берем зажигалку. Зажигалку. Отлично. Зажигаем. А-а-а. Свеча готова. Свеча горит. Одна. Теперь вторая. Ставим сюда. Вторая свеча зажигается. Ля-ля-ля-ля. Отлично, отлично, отлично. Ага. Вторая свеча тоже готова, тоже горит. Ну, тэг-тэг, держись. Сейчас мы тебя призовем. Ну, и для точного результата мы и третью свечу зажжем. Чем больше, тем лучше. Я уже говорила. Итак, три свечи у нас горят. Готово. Вот так вот их вот здесь поставим. Ну, а я перемещусь туда, чтобы было удобней проводить обряд. Итак, друзья, вот наши три свечи. Наше яблоко. Так. Наша тэг-тэг. Мы ее ставим так аккуратненько. Здесь. Вот так. Ну, и теперь, собственно говоря, мы сжигаем наши ножки. Сжигаем их до конца. А-а-а. И произносим заклинание. Так, смотрим. Ножки наши тэг-тэг сгорели дотла. И даже пахнет, ну, пахнет как будто пожар. Но я надеюсь, что все обойдется. Итак, ноги остаются. Теперь остается добавить еще один секретный ингредиент. Каплю. Ну, то есть, оу, затушить. Выглядит жутко, но мы затушили. Итак, в принципе, мы все добавили. Фотографии остаются. Свечи остаются. Только я забыла вам сказать, что место, куда мы отправимся прятаться, мы возьмем не только рацию, но возьмем еще вот такую монету. Это монета предсказания. Видите, на одной стороне у нее написано no, то есть, она отвечает нет. А если мы ее перевернем, на другой стороне написано у нас yes. Я надеюсь, что видно. Эта монета будет отвечать, если вдруг рация не сработает. Ну, как дополнительный вариант. И обязательно после того, как, ну, если вдруг уже ничего не поможет, если вдруг, ну, как говорится, тек-тек мы не увидим, и она не откусит нашего молодильного яблочка, то попробуем найти ее при помощи специального приложения по поиску призраков. Погодим по квартире, вдруг она где-то прячется, и тогда уже не она будет нас искать, а мы ее. Но это все будет далее, поэтому, друзья, приготовьтесь. Мы, в принципе, провели весь обряд. Я оставлю одну камеру здесь, а сама пошла прятаться от тек-тек. Итак, друзья, я надеюсь, что я нашла просто идеальное место для того, чтобы спрятаться. Кстати говоря, напишите в комментариях ваши любимые места, где вы любите прятаться. Я очень часто прячусь за дверью, ну, потому что, когда заходят, сразу как бы за дверь никто не смотрит, проходят, ищут в каком-то месте. А я вот так тихонечко в уголочке здесь за дверью стою, короче говоря. Да, я вот так вот прячусь. Так, какой-то мне здесь хотя бы свет, чтобы вы меня хоть чуть-чуть видели бы. А он не хочет гореть нигде. Ладно, и вот тут не хочет. Сейчас я попытаюсь его куда-нибудь установить. Может быть, здесь. О, стоит тут. Надеюсь. Так, ну что, пробуем. У меня еще тут скрытая камера. Я наблюдаю, что там происходит. Вы, кстати, тоже можете сейчас видеть. Все вроде бы там. Ничего пока нет. Ждем пока. Ладно, попробуем связаться. Тек-тек, приди и меня найди. Тек-тек, ты слышишь меня? Тек-тек, давай сыграем в прятки. Ну, как бы ничего. Слышите? Как будто бы какие-то шаги. Точно, абсолютно точно. Какие-то шаги. Как будто кто-то ходит. Но там на камере никого нет. Вот сейчас я смотрю. Тек-тек, это ты? Тек-тек. Блин, ребят, я только сейчас подняла. Помните монету, которую я вам показывала в начале видео? Ее забыла там, где тек-тек. Так, блин, придется нам попозже тогда туда сходить за ней. Жутко. Тек-тек, давай поиграем в прятки. Тек-тек, ты пришла? Ждем, чтобы нам кто-нибудь ответит. Я надеюсь, что тек-тек все-таки придет. Хотя я не знаю. Кстати, пока мы сидим здесь и прячемся от тек-тек, давайте порассуждаем. Боитесь ли вы оставаться одни дома? И какие вообще у вас есть самые страшные страхи? Я, конечно, когда была маленькая, боялась оставаться дома одна. И самым сокровенным моим тайным местом было место под одеялом. Поэтому если было страшно, я залазила на кровать, накрывалась одеялом с головой и засыпала. Когда просыпалась, мама уже приходила домой. Страшно, да? Оставаться дома одной, а еще страшнее вызывать духов, когда ты одна дома. В общем, если вы все-таки решили и вызвали духов, когда вы одни и вам жутко страшно, просто сходите к подружке, я не знаю, к соседке. Просто уйдите из дома и все. Ну или как я, закройте все двери, накройте все одеялом и лягте спать. Ну а лучше не вызывайте духов, ведь вы знаете, что вы испугаетесь. Ладно, пробуем еще раз призвать тек-тек. Тек-тек, приди и меня найди. Тек-тек, найди меня. Знаете, тяжеловато, конечно, найти королеву мистики в ее доме, доме, где вы не представляете, сколько духов. Вы даже понятия не имеете, какие мне снятся страшные сны. Ужасные страшные сны. Монстры, демоны, которые пытаются меня поймать, догнать. А во сне зачастую ты бегаешь очень медленно и у тебя не получается убежать от призраков. Слышали это? Тек-тек, это ты? Тек-тек, ответь! Тек-тек, ответь мне! Тек-тек, найди меня, я здесь! Тек-тек! Может быть, ей постучать? Тек-тек, ответь мне! Офигеть вы это! А у меня, блин, слов нету. Она постучала в ответ. Вы это слышали? Че с фонарем, блин? Ты че? Э! Офигеть! Блин, ты че заглючил? Офигеть! Сейчас посмотрим, че на камерах. Че на камерах там? Ничего. Ничего не видно. Вы видели? Вы видели? Яблоко бросило кусок. А я и не заметила, что его там не было. Яблоко не было. И кто-то бросил. Так, ребята. Тек-тек точно здесь. Блин, как бы это узнать поточнее? На связь она через вот эту штуку не выходит. Нам нужно сходить за... За этой, за монетой. Я попытаюсь сейчас как-нибудь пробраться. Пожелайте мне удачи. Как же я могла забыть. Ребята, я забрала монету. А еще самое интересное. Я забрала яблоко. Посмотрите, оно реально откусано. Яблоко реально откусано. И его никто не мог откусить, кроме тек-тек. Потому что я нахожусь одна дома. Больше здесь никого нет. Это могла быть только она. И... Кто-то ходит. Черт. Шуть какая. Так. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Так. Кто-то ходит. Давайте еще раз спросим. На камерах опять никого не вижу. Погодите. Тек-тек. Мамочки мои. Так. Ладно. Будем при помощи монеты. Вот монету я забрала. Блин, плохо видно. Короче, вот монета. Она вот. Ладно. Спрашиваю. Плохо видно. Может, можно включить свет, чтобы видно было хотя бы. Вот. Чуть-чуть. Блин. Надеюсь, что она нас не найдет. При таком ярком свете. Мне не надо так ярко. Короче. Так. Тек-тек, ты здесь? Йес. Увидели? Господи. Еще какие-то смс-ки приходят. Так, ребят. Тек-тек здесь. Монета говорит нам, что она здесь. Можно задать ей каких-нибудь пару вопросов. Пока она здесь бродит по квартире. Яблоко пахнет ее зубами. Теперь придется его выбросить. Ладно. Задаем вопросы. Ух. Уронила монету. Тек-тек, ты будешь играть со мной в прятки? Нет. Тек-тек не хочет играть в прятки. Тек-тек, а у тебя правда нет нижней половины тела? Тек-тек, ты сейчас в комнате, где я тебя вызывала? Тек-тек. Так, ребят, я думаю, что самое время пойти и проверить ее на детекторе призраков. Что такое? Да, именно на детекторе призраков и найти ее. Пойдемте же найдем, тек-тек. Ну, на детекторе. Что ж, друзья, вот у меня несколько таких вот приложений. Вот детектор призрак. Есть Magic Ball Shark, который отвечает на вопросы. Давайте же попробуем вот детектор призраков. Вот этот вот попробуем поискать, есть ли здесь тек-тек или нет. Так, как его запустить-то. Ой, не то. Вот, включила, наконец-то. Так, ищем. Ого, ого. Так, тут нет. Тут нет. Свечи все горят. Тут тоже нет. Тут нет. Тут нет. Тут. Что, нигде нет призраков? Что, нигде нет призрака? Слушайте, давайте попробуем на другом. Может быть, этот плохо работает? Вот есть еще один. Угу. Так, ищем на нем. Слушайте. Это все что-то шипит-шипит. А тут. Так, ребят, на этом приложении тоже нет призраков. Блин, ладно. Последнее вот у нас. Еще одно тут есть такое. Сейчас мы на нем еще попробуем. Три приложения для поиска призраков. Ищем, ищем. Да. Хотя, знаете, может быть, она уже ушла. И хорошо бы, что она ушла. Тек-тек, уходи. Все равно на всякий случай скажу. Ну, и самое главное, что в конце нужно проверить. Якобы говорят, что если тек-тек приходила, вот эта вот вторая половинка, ее должна как-то неприятно пахнуть. Ну, знаете, она пахнет только гарью и еще кое-чем. Ну, да, воняет. Можно так сказать, что она воняет. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. А также напишите следующего призрака, которого мы будем с вами вызывать. С вами была Королева Мистики. Всем пока!